Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС, в студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. У нас есть за каждый из этих индикаторов ответственное лицо. Смоленская АЭС готова подтвердить статус отраслевого лидера по внедрению производственной системы Росатом. Вопросы охраны труда – это та область, которой нужно заниматься каждый день на каждом рабочем месте. Итоги дня охраны труда на предприятии. Сегодня завершился выборочный этап. Мы подвели, конкурсная комиссия подвела соответственные итоги. Более 20 журналистов приняли участие в творческом конкурсе атомной станции. На плановом совещании с руководителями подразделений, исполняющий обязанности директора станции Алексей Лещенко, сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. В работе 27 энергоблоков, что на 1700 мегаватт больше, чем по заданию ФАС. Выработка за июль 102,9%. Общая выработка 106 млрд 941 млн. На Смоленской АЭС в работе первой и второй энергоблоки. Общая мощность составляет 2000 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 5 июля выведен в плановый капитальный ремонт. В соответствии с поданной заявкой, ремонт продлится до 25 августа. Выработка электроэнергии за 25 дней июля составила 1,2 млрд кВт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 112 млн кВт-часов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 11,9 млрд кВт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Участники развивающей партнерской проверки провели экспресс-диагностику развития производственной системы РУСАТОМ на Смоленской АЭС. Они наметили области для дальнейших улучшений и подтвердили общую готовность атомной станции к полномасштабной проверке в конце года, которая должна подтвердить статус отраслевого лидера по внедрению производственной системы. Я думаю, что большой потенциал в конце года сделать еще лучший результат. Промежуточные результаты, они понятные, хорошие, но есть над чем поработать. По словам заместителя главного инженера Смоленской АЭС Олега Кужиньязова, главная задача проверки – оценить возможные риски, выявить, что может помешать успешному достижению целевых показателей, была достигнута. В состав команды развивающей партнерской проверки вошли представители госкорпорации РУСАТОМ, концерна Росэнергоатом, кураторы от АО «Производственная система РУСАТОМ», представители Кольской Ленинградской АЭС, ПО «ПСР Энергоатом Инвест». По специальной методике они проверили пять направлений развертывания ПСР, побывали в информационных центрах разного уровня, провели выборочную проверку функционирования системы 5С на офисных и производственных рабочих местах, проанализировали документацию и сопутствующие процессы. Итогом диагностики стал меморандум, который подтвердил высокий уровень развития ПСР на Смоленской АЭС и определил риски, связанные с недостижением целевых показателей. В нем учтен положительный опыт и даны рекомендации для дальнейшей работы. Смоленская атомная станция не стоит на месте и видно, что идет развитие. То есть идет постоянное совершенствование, что является одним из основных условий внедрения и развертывания производственной системы. 22 июля руководители подразделений Смоленской АЭС подвели итоги дня охраны труда. По традиции его участниками также стали представители подрядных организаций. Тема совещания – нарядно-допускная система производства работ, соблюдение требований безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования, выполнение мероприятий по профилактике электротравматизма. В течение июля комиссии под председательством первых руководителей станции провели проверки в отделе метрологии и отделе технической диагностики. Во главе с директором станции комиссия выполнила обход санатория-профилактория «Лесная поляна». Выявленные замечания в основном касались маркировки и покраски оборудования. Отмечена также положительная практика – отличное состояние и хранение противогазов в лечебном корпусе. Об итогах проверок рассказал начальник отдела охраны труда Павел Лобачев. Улучшаются состояния, улучшается оборудование. На путях следования комиссий выявляется гораздо меньше замечаний, чем выявлялось в прошлый период. Хорошее состояние в части безопасности труда было выявлено при проверке санатория-профилактория «Лесная поляна», отдела метрологии. Поэтому видно, что работа ведется. Очередное подведение итогов дня охраны труда запланировано на 19 августа. В Десногорске подвели итоги творческого конкурса среди журналистов на лучший материал по теме атомной энергетики. В нем приняли участие журналисты ведущих печатных и электронных изданий, информационных агентств, видеоблогеры. На суд жюри они представили более 30 конкурсных работ – интервью, репортажи, статьи, новостные сообщения. По мнению заместителя директора Смоленской АЭС Анатолия Терлецкого, грамотные статьи, видео и радиорепортажи журналистов помогают развеять мифы об атомной энергетике, донести до людей объективную информацию о работе атомной станции, не допустить спекуляций на эту тему. Смоленская атомная станция действительно работает надежно, безопасно, и это экологически чистое предприятие. И вам спасибо за то, что вы правдиво, честно, откровенно доводите информацию о нашей работе до населения Смоленской области. Творческий конкурс на лучшее освещение темы развития атомной энергетики включал в себя 4 номинации – «Ликбез про АЭС», «Атомная судьба», «Объектив» и «Правда онлайн». По мнению журналистов, участие в конкурсе стимулирует, помогает развиваться профессионально и дает отличную возможность пообщаться с коллегами. Очень здорово, что проводятся такие конкурсы, что они становятся традиционными, и в этом году еще больше участников и номинаций. И даже неважно, какое место журналист занял, главное, наверное, само участие, общение со своими коллегами – вот это здорово. Кроме дипломов и ценных призов, победители конкурса Смоленской АЭС получили знак отличия гражданин страны Русатом, право принять участие в конкурсе «Энергичные люди», который проводит концерн «Росэнергоатом», и поучаствовать в фестивале средств массовой информации, который в этом году пройдет в конце августа на Калининской АЭС. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова